— И еще больше отчетов. — И еще больше отчетов. Поэтому я имею основание сделать такой вывод. — Ясно. То есть, короче говоря, ты радуешься, что здесь все-таки не столько отчетов, сколько там. — Да. — Главное, есть чему радоваться. — Ну, а как же? А как же? — Все понятно. — Здравствуйте, дорогие коллеги. — День добрый, дорогой. — Приветствуем. Приветствуем. — Все готовы? — Мы всегда готовы. Как пионеры. — Мы уже привыкли с пионерских лет. — Ясно, ясно. Хорошо. Желаю успехов. — Да. Современные молодые научные сотрудники через стадию пионерии не прошли, а мы прошли. — Да? Да. Да, да, да. Пионерами — да. — Как давно это было только. — Да. Да, да, да. Давно это было. — Да. — Ну, 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 это было и все, это все было хорошо. — Да. — Спасибо. 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 Привет, Александр Иванович. Доброе утро, господи, господи. Доброе утро, господи. Доброе утро. 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 Возникла идея заменить индигалии на элементы более дешевые. В данном случае это был элемент цинк и олова. Это материалы кистериты. На них было показано, что можно получать солнечные элементы с эффективностью порядка до 13%. Однако возникли проблемы с увеличением эффективности этих материалов и связаны были с тем, что там большое количество глубоких центров, которые нужно было как-то найти способ их уменьшения. И одним из способов уменьшения была частичная замена цинка на кадми и меди на серебро. В итоге получили в таких растворах эффективность достаточно хорошую, первые результаты на уровне 13%. Это все и определило наш интерес к этому материалу и исследованию его физических и психихимических свойств, которые до настоящего времени не были хорошо исследованы. В работе участвуют 6 человек, трое из них моложе 35 лет, один докторант, сумма 150 тысяч лет. Программа, которая планировалась для выполнения, это определение диаграммного состояния этих соединений, получение материалов, монокристаллов и исследование их рентгеноспектрального анализа, получение пленок этих материалов, исследование спектров отражения, равных спектров. И транспортных свойств. Здесь представлены результаты по получению монокристаллов. Монокристаллы выращены. Выращены они как монокристаллы в виде нитевидных кристаллов, так и в виде, так сказать, пластических кристаллов. И исследован их состав, состав оказывается близок к психиометрическому составу. Изучены структуры этих кристаллов, определены параметры решетки. Мы видим, что параметры решетки С и А, они линейно меняются составом, что указывает на то, что мы имеем дело с непрерывным рядом твердых растворов, а это значит возможность изменять параметры от и до, в том числе и ширину запрещенную слону. Здесь представлена диаграмма состояния этих растворов. Надо сказать, что диаграмма состояния – это первое, с чем обычно знакомится технолог, поскольку именно диаграмма состояния позволяет определить методы получения этих материалов. Сложность, диаграмма состояния, она типична для твердых растворов, лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с твердыми растворами, но здесь есть определенные проблемы. Дело в том, что эти соединения имеют периферический характер плавления, а это значит, их надо получать при температуре ниже температуры плавления. Поэтому метод, который мы использовали для получения монокристаллов, это так называемый метод химического транспорта. Одним из методов, используемых для характеризации полученных материалов, является равновский спектр. Равновский спектр для каждого материала – это как паспорт данного материала. Этот метод мы использовали для получения пленок. Пленки получались у нас методом спрей-пиролиза. Почему спрей-пиролиз? Спрей-пиролиз относится к числу дешевых методов и, кроме того, он позволяет получать пленки на больших площадях. Если мы посмотрим на равновские спектры рисунок слева, то мы увидим, что пленки, полученные S-GROUND, то есть непосредственно полученные, они обнаруживают вторую фазу. Это КОПРОМ-2С. Но благодаря отжигу при температуре 525 градусов нам удалось убрать этот КОПРОМ-2С и получить однородный однофазный материал. Исследованные спектры, инфракрасные спектры отражения – одним из характеристик материала является также его фанонный спектр. Для определения фанонного спектра используется и детальное исследование Рамона, более глубокое, чем то, что я вам показал. Там Рамон использовался просто для определения состава. Так и инфракрасные спектры отражения. Вот инфракрасные спектры отражения на монокристалле были изучены, были реализованы в свете. И анализ этих спектров отражения позволил по фитингу определить фаноны, которые имеют место в фанонном спектре данного материала. Частоты фанонов здесь приведены в этой таблице. Кроме того, удалось также определить диэлектрическую проницаемость как инфинити, так и статическую диэлектрическую проницаемость. Это важные параметры любого материала, и они широко используются при анализе физических свойств этих различных материалов. Одним из методов, которые используются для характеристики материалов, является метод явления переноса, транспортное свойство. Это, в первую очередь, измерение сопротивления и измерение магнетосопротивления. В данном случае приведены результаты исследования сопротивления, температурной зависимости от низких температур до 300 Кельвина и магнетосопротивления, измерения, которые были сделаны до 20 Тесла в температурах до 30 Кельвина. Значит, выявлен характер проводимости в этих кристаллах, он определяется мотовским характером, это variable range hopping, мотовского характера. Область температур, где этот мотовский характер имеет место. И в интервале температур, где идет отклонение от этого метода, это у нас так называемый нерес нейпа hopping, то есть это переходы между ближайшими соседями и переходы активационного характера между локализованными и делокализованными состояниями в примесной зоне. Результаты анализа совместного сопротивления и магнетосопротивления позволило получить набор параметров, которые определяют характер проводимости, вычислили радиус локализации и концентрацию абцепторных центров. Кроме того, выявлено изменение параметров этих параметров с содержанием цинка. Результаты опубликованы в трех работах. Третья работа сейчас, одна работа в Applied Physics, другая работа в Journalist Compounds, буквально неделю тому назад работа в Solid State Science тоже принята к опубликованию, и у рецензивов наша работа в Journal of Physics Condensed Matter. Кроме того, результаты были представлены на окшопе, который проходил осенью этого года. Ясно, что это был окшоп проводился онлайн, учитывая то время, в котором мы с вами живем. Кроме того, была защищена работа Валентином Батыром по транспорту в этих материалах. Результаты исследования, вот здесь они представлены, это разработка технологии получения кристаллов, пленок, определение их физических, основных физических параметров и характера изменения в зависимости от состава этих твердых растворок. Мы получили результаты, которые, в общем-то, и предполагались, то, что планировалось, то выполнено, финансирование использовано на 100%. Что я хотел сказать, что с финансированием у нас были проблемы, то есть фактически финансирование открылось только к октябрю месяцу, то есть через 9 месяцев после того, как должно оно было бы открыться. И это, наверное, не совсем правильно. Хотелось бы, чтобы финансирование открывалось изначально и не создавало проблемы для выполнения работы. Все, спасибо за внимание. Взор. 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 Продолжение следует... 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 Амбия у пропускает рапорта, который будет апречен по качеству очень хорошо. С детальными результатами, которые будут быть презентаны на НЦД в авизу, который будет в секции, но не дам сейчас читать, а не повторяю презентацию. Это и все. Пропуне рапорта, который будет апречен по качеству очень хорошо. Вау, спасибо, даму Урсаке. Итак, дамы точнее учителую информацию о цене, пожалуйста, вау, кодекте микрофондов и топодайте. Я вас дам. Нужно учителой, messy, ватку-поблакаре. Болилюва, советую билурусскую партнерную? То есть, а у нас будут вотчет на этом? Гернес Константинович, мы все вместе говорят с белорусскими партнерами. Да, вот то, что я показывал, это как раз с белорусскими партнерами. Кстати, которые там по 300 импакт-фактов, это совместная работа, да? Там все работы совместные. Две из них с белорусскими партнерами. Давайте сейчас я восстановлю здесь. Один момент. Да, я сейчас не вижу здесь. Спасибо. Там профессор Ботнер, руководитель со стороны белорусской команды. Да, то те работа и работа, которые у нас были в связи с дома Ботнер и с эхипой из Белоруссии. Это у нас целая работа. Да, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Ботнер»! Субтитры подогнал «Ботнер»! Третьим, экзаменария урматурого проекта, синтеза фильмов для конверсии радиоултравиолетов и использования их для увеличения эффективности и вылевых солариевых силищей. Доброе утро! 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 визитива с инфроросшей и родили активы человеческого салара, и часто сгенериал же продуктов суплементарь, который требует с фаворизацией человеческого салара студия. Ашадар, модел-ul по-те- fi, модел-ul по-те- fi, модел-ul по-те- fi, ну, по-те- fi, utilizат pentru резолвая проблеме care ста в этот проект. Посебията для аллергия региуна для сенсибилитата са демонстрата экспериментал при utilizае целурина солара и витосилищум плюс аста и ста фокол-минесчен как реаскопом. Дище, в фигуре презентата мы observаем с суб 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 нумеру 1 есть сенсибилитата пробей целулей соларей фэрэ ста фокол-минесчян то с слаб safe туса что фокол-Мц и получилась мș т間 и спрагн der к цикл двукул-минесчен Бруск се мереште из-за апаритии фотoluminesченцей и осигура sensibilitatea целулеи соларя в регионе экстенса, то есть в регионе лунгимилового лунда скурта. И, в другом, мы видим, что сенсибилитета целулеи соларя, в сравнении с сенсибилитета целулеи фэрер, и маэмитер. Из-за этого, мы видим, что мажорация экстенции целулеи соларя, в зависимости от экстендерии зоны, не может быть реализации. Для этого, мы должны быть реализацией целулеи соларя, в страте фотoluminesчен, сенсибилитета целулеи соларя фэр страта фотoluminesчен. То есть, в течение всего, что страты фотoluminesченцы должны быть более transparentы, и более руминесченцы. Мы не делаем страты фотoluminesченцы более сцены, более transparentы, более руминесченцы, роли принципов, по цели коллеги, университета и стадины Беларуи. Прин методили химико-колоидалии, они обтянут фильмы для различных композиций, тип матрицы оксиды, плюс руминесченцы фэр страты фотoluminesченцы. То есть, этот композит трансформа радиации ультравалетной радиации для регионной сенсибилитеты спектарной, а челугольного соларя. То есть, экземпли для этих стратур субцилумinesченцы которые были представлены в этом блоке. Какие характеристики, принципиальные, для этих стратур субцилуменченцы? В первую очередь, это транспаренция лор. Как видим, из-за этих стратур субцилуменченцы, для этих стратур субцилуменченцы, транспаренция умений для большинства стратур субцилуменченцы субцилуменченцы, в основном, в зависимости от 85-95%. Коалтый кубцилуменченцы, эти страты уменийченцы являются достаточно transparentи. Транспаренция лор depende от грозами climата, от рапорта компонентелор и композит, и они являются в формуле лор. Время – на путь – который следует – здесь, в основании, на этой ситуации следует – в футилуменченцы, В фигуре, в фигуре, в фигуре, в фигуре, в фигуре, есть представители интенсивности, на деферитов и страты, в фигуре, в базе оксизиев и кукурговых. Дома Шерман, ва ругам с акселерацией. Да, бине. В случае этого мы видим, что самый минесченный страт, это страта для ломини-2.3, купром-иод, и эти страты уже были использованы в следующих экспериментов. Здесь представили результаты сенсибилитетей целого в расставе инстрации по страту ломини-2.3, Это были противоположные и то-онтеличества, которые в статус венчатке, в 1-2-3, в 1-2-3, в 1-2-3. То есть, когда статус будет более сухой, то есть когда статус будет более сухой. Здесь, эта статус будет более сухой. Уминисцент. Эта короба с сенсибилизацией к пробе с стратум уминисцент. Курбе дымаисос презенте только для проба с стратум уминисцент. Добре. Эта демонстрация дистрибуцией специальной аэфициенте квантике экстерне. То есть ацелёши пробе. Действие видим и сенсибилизация и эффициенте квантике экстерне для пробелы сети. То есть кустратум уминисцент се мажораз. Обценивая этот результат позитив в база структуре рейтолио-энсиличу, ацелёши эксперимент, ацелёши эксперимент са афот демонстрат пи челуриле соларио-энсиличу, в база жонкционей ПЭЭЭН ассиличу, ажонкционилор индустриале. Ацелёши результат ацелёши рейтолио-энсиличу, ацелёши 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 в Америке. Курва молотка света ацелёши 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 ми демонстрат чё рефитол демонстрат ацелёши 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 енhonкционал фарм от самый трещин зупор чё нашли 1.100 nanometer. И се демонстрия, что мажорация эффективности и сенсибилитетии в регионе ультразвилетной асфальтурой соли, смеется с 20%. Результаты презентации показывают, что скопы работали, скопы проектов, которые были реализированы в субсиде. Реализация конкурзии. Это следующие. Детики, которые были представлены здесь. Позвольные публикации. и «Материзация от отеца для доктора, с гражданией лечения. И спасибо за контролем. Ва мулцумим, дом. Щербан, ва ругам сеcyдит, презентаря. Ва мулцумим. Ва мулцумим, întrebаи кътре-дом. ДОМ. Щербан, дак сум. Не сум. Продолжение следует... 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 в републике Молдова. Дата ветоаря не плетается, но не сусцену. Я не буду с суперами, но эта проблема, когда мы были президентами, каждый день когда мы приезжаем к ним, мы спросим, что мы из этого? У вас есть предложение? Ну, в первую очередь, это должно быть по-другому, и от них выпускает рекламу. Считайте, что, и реклама, в этом случае, что касается это не значит, то есть это хорошо, потому что они проданы, потому что они спрашивают на более крупной Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молдова, занимаясь фундаментальными вопросами, по сравнению со всеми европейскими странами, занимает последнее место по доле ВВП, выделяемой на науку. В этих условиях. А денег, выделяемые на науку, выделяемые на науку, то есть это определяют уровень научного развития. А это, в свою очередь, определяет то, как мы живем. Вот ведь в чем дело. То, как мы живем и сколько денег выделяется на науку, это положительная обратная связь. Вот уровень научного развития будет зависеть точно в странах СНГ от того, сколько денег выделяется на науку в процентах. Линейная зависимость. Линейная зависимость. А уровень развития науки находится в коррелитивной связи с тем уровнем социально-экономического развития. То есть то, как мы живем. И если мы будем ставить вопрос так, что зачем нам заниматься солнечным энергетикам, когда мы все равно покупаем из Китая, все, мы будем дальше падать в смысле своего общего, своего социально-экономического развития. Все, спасибо. Это философия для немцев. А для нас мы должны думать и о том, как помочь этой стране, которая имеет маленький ВВП. Почему? Имеет маленький ВВП, потому что она расходует очень много денег не для того, чтобы, значит, растить этот ВВП. И я еще раз говорю, я с вами согласен. Подождите, пожалуйста. Я вас слушал. Я вас с вами согласен сто процентов. Сто процентов согласен, если бы у нас был высокий процент ВВП для науки. Но то, что нам дают, мы должны искать. Как помочь? Политики не будут дальше давать эти деньги просто так. Понимаете? Потому что они будут спрашивать. Хорошо, дорогие мои. Давайте занимайтесь фундаментальными вопросами. Пожалуйста, 20-30% из всего, что мы даем денег, занимайтесь вопросами, связанными только с наукой. Только с фундаментальными. Ну, дайте нам какой-нибудь этот самый фидбэк. Подумайте, что можно. Я же дождал вопрос не для того, чтобы обидеть. И Шербан даже не обиделся. А обиделся только Дикусак. Потому что он всегда только об этом думает. А надо думать о том, слушайте, давайте поможем этой стране. Мы тоже давайте поможем. Потому что отношение политиков к науке, потому что мы не думаем о стране. Мы думаем только о науке. Давайте подумаем. Это оставим так, чтобы работать на науку, на фундаментальные исследования. Давайте всего, что делают физики, давайте что-то сделаем для того, чтобы помочь этой стране. Мало вопросов и проблем в нашей стране, где нужна наука, очень много. Поэтому давайте мы будем... Я задал этот вопрос не для того, чтобы обидеть Дикусара. А задал этот вопрос, чтобы все-таки физики и химики, и биологи в основном подумали, как можно помочь этой стране, чтобы она включала инновации из результатов научных исследований для того, чтобы получить плюс валуари пентру дезволтари. Вот что я сказал. А вы сразу, значит, на меня накинутесь, потому что... Вы думаете, что я же столько статей написал по этому поводу. Лучше. Можно я все-таки отвечу? Мое глубокое убеждение, и вы когда-то это убеждение разделяли. Нет большей помощи для науки, то есть для республики Молдова, чем хорошая наука. Нет. Нет большей помощи. Да я согласен с этим. А кто с этим не согласен? Кто не согласен? Я согласен с этим. И все согласны с этим. Я ставлю вопрос о том, как... Ну, что... Стимасти, дамы, academicи, я не могу сказать, что я не могу подключить, чтобы неungsить микрофона. И даже не хочу сделать это. Продолжение следует... 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 И у нас получилось, что высота этих волны, которая получилась, дифракционной решетки, порядка 1,4 микрона, без всякого отравления и прямой оптической записью, голографической. Теперь по поводу вортекса. Вортекса – это такие структуры, достаточно новые, известные. Когда лазерный луч попадает на некий транспарант, свет превращается в спираль, и на поверхности образца образуется такой бублик. Этот бублик, чем он интересен, что в пространстве он имеет вид вот такой. В центре у него черное пространство, где нет света, а по краям это светлое пространство. И в результате градиентной силы, частица, которая обозначена вот здесь красным цветом, она захватывается этим бубликом и затягивается внутрь вот этого темного пространства. Таким образом, дальше, если двигать этот бублик вместе с частицей и перемещать в нужном направлении, к другой, например, частице или конгломерировать частицы. Для того, чтобы записывать эти вортексы, мы использовали две системы. Одна аналоговая, голографическая, в которой транспарант был здесь, стоял в этом месте и проектировался на образец. Тогда получается на образце дифракционная запись и дифракционная картина здесь представлена. То есть видно, что здесь образовались эти вортексные структуры. Дифракционная эффективность этого полимера, который был использован, 25%, который представлен на рисунке А. Поверхность этого образца после записи представляет собой вот такую структуру 3D. И профиль этой структуры показан. С левой стороны видно, что здесь высота рельефа 250 нанометров. Вторая система записи – это цифровая запись. Использовались две системы 1 и 2. Первая система – это когда вот этот пространственный временной модулятор света подвергается воздействию лазера. И на образце получается картинка, которую компьютер посылает на SLM. То есть там мы посылали туда проекцию вортекса, и он здесь образовался на поверхности образца. Вторая система – это когда была интерференционная система, когда есть опорный луч и есть объектный луч. И в объектный луч вставлен SLM, то есть пространственный временной модулятор света, который тоже таким же образом работает, как в системе 1. Но разница в чем получается? Что здесь внизу рисунок, результат этих исследований. Кинетика записи получается, что если в первой системе у нас получается кинетика записи, и запись получается что-то около 1,1%, то есть эффективность очень низкая. По второй методике получается, что дифференционная эффективность, красная линия, где-то достигает до 3,5% и еще дальше идет. В результате получается вот такая картина. По второму методу, поскольку это интерференционная плюс SLM, то получается, что у нас пространственная картина, где есть вот эти бублики, и в которых в каждой ряду они есть. То есть задача была достигнута по записи. Теперь, что касается анализа этой поверхности. Был сделан анализ этой поверхности с помощью атомно-силового микроскопа и с помощью географического интерференционного микроскопа, который у нас в лаборатории создан. И основной признак того, что есть система, будет давать бублик при проектировании, это наличие вот такой вилки, которая здесь. Здесь вот эта вилка выведена, и здесь вот в пространстве тоже видна. Дефракционная эффективность этих решеток, как видите, этих систем достаточно велика, и поверхность – это 350 нанометров глубина этих линий. Исследовался также чистый образец, то есть полимер, поверхность с помощью атомного микроскопа. То есть достаточно поверхность равномерно нам удалось получить хорошее качество поверхности, потому что раньше это была большая проблема. И было, значит, снято спектра поглощения. Вот одного из составов приведен, ПЭПК, дисперс-онранж-3. Видно, что максимальное его поглощение находится на величине длины волны где-то 450 нанометров. Ну, приблизительно можно найти лазер на эту длину волны. Что касается дифракционной эффективности при записи, в центре вот показан здесь этот бублик, и видно, что дифракционная эффективность в бублике в первом порядке растет, в то время как в нулевом порядке энергия падает, то есть, соответственно, энергия из дифракционной решетки из нулевого порядка падает в первую. То есть, что должно происходить. Здесь представлено с правой стороны, на четвертом рисунке, представлена поверхность этого образца, опять же таки. Дальше мы исследовали для того, чтобы проанализировать более подробно эти структуры, были, значит, изготовлен интерферометр, в который записан вот этот элемент, обозначенный желтым светом, исследовался при различных облучениях и в режиме интерферометра Маха Цендера. Здесь представлены вот эта вилка, видно. Здесь видно вот этот бублик, правда он не очень неудачный, но все равно есть видно черное пространство, которое является признаком этого бублика. И вот этот твистит бим, то есть, крутящийся луч, который назывался там, вначале он был показан, вот этот луч оранжевым. То есть, вот видно, что этот есть оранжевый такой луч, который, значит, закручивает свет. Были исследованы также на разных расстояниях эти структуры. То есть, на разных расстояниях от образца, какую дает дифракционная картина. Здесь просто, значит, обыкновенное освещение. Дальше идет освещение, значит, интерференционное освещение. Одна из них волна плоская и сосферическая волна. Видно, на вот этом рисунке F видно, что на расстоянии 22 сантиметра мы получаем не только один, одну спираль, но и вторую. То есть, два вортекса вместе. Что, значит, говорит о том, что этот вортекс имеет заряд 2. Основные выводы работы. Были получены азополимерные образцы, синтезированы несколько составов. Были получены тонкие пленки хорошего качества, проверенные на атомном микроскопе. Были записаны, регистрация была сделана аналоговым поляризационным методом. И также цифровым методом при использовании как транспаранта, так и пространственно-временного модулятора света. Была также исследована структура поляризационных свойств этих вортексов. И с помощью аналоговой голографии и цифровой. И задачи, которые были поставлены перед нами, они были выполнены. По результатам было опубликовано 7 статей. И две из них вместе с белорусскими партнерами. И одна из статьй сейчас находится в редакции для рассмотрения. Тоже с белорусскими товарищами. И во время этого проекта мы участвовали в пяти эвенементах. Наптичичи Таторулой в двух годах. И в окшопе Врека. И интернациональные дни науки. Ниже показано использованное оборудование. В том числе часть оборудования была сделана специально для этого проекта. Две установки и финансирование использовано на 100% в этом проекте. Причем в результате работы по этому проекту получены такие еще результаты. Студентка Вероника Казах получила две бурсы. Одну бурса гувернала Республики Молдова. Одну федерации международных ученых. Был написан АНЧД грант, который аппликария медикалы, микроскопии, голографии, диджитали, сенсибиллопорализации луминей. И еще один проект, грант был получен с федерации Сдубной, с федерацией Российской Федерации. Это наш тоже молодой сотрудник, Машманский Константин. Тоже по полимерам и по поляризационной записи. Спасибо. 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 как. позиция моя когда-то была в том числе домов Дикусар сегодня позиции у нас есть и я считаю что требуется мы гандим более на аппликации но не оставим церковь основная фарь и мы не не а а а а а а а в то я я в то я А как он только не требует? Брюсов он требует... Чи не на ноги? Абашкин. Дом Набашкин. Румын антелетит, а русский язык? Говорите по-румански. Да, можно по-румански. Брюсов он требует... А чест полимер? Есть солид азополимер? Нет, он в твердом состоянии. Он растворяется в растворителе и потом наносится... Да, да, се дизолва... ...эн который в твердом состоянии? Толуэн. Ааа, а значит, что в твердом состоянии. И СПЕКТРУ, который вы можете... ...это отскос в твердом... ...триста-де-дриста-де-де-рде-интонаметрии... ...ауне он имел... ...это... ...это в твердом состоянии, да? Нет. Да, как? СОЛИД, а-АССКОС СПЕКТРУ. Да, а сейчас плёнка... Конечно, мы исследуем жидкие растворы, но нас интересует, конечно, в чистом виде полимерная пленка, которая остается на стекле, чтобы она была равномерно покрыта, без дефектов, без механических включений, поскольку мы работаем с оптическим материалом, не должно быть никаких таких повреждений, трещин и прочее. То есть это была тоже проделана большая работа, потому что не так просто получить оптического качества полимерную пленку на стекле. У нас декусар химик, между прочим. Буна зиуа. Физика химик. Да, скажите, пожалуйста. Это очень интересный ролл азотов, потому что с оптической оптической, которые получили этот полимер, я хочу понять, что это ролл азотов. Да, я вам помню. Я говорю, что в начале полиэпокси пропилкарбазолу приходит с группой эпокси, которая, соответственно, должна быть расширена и полимеризирована в продолжение полимера. Это вы азотов, да? Это вы азотов, да? Это вы азотов, да? И, соответственно, эта мина будет расширена и остается уже в композиции, как сказать, полимеризированный полимер, потому что это уже часть полимеризирована. Но, как это зависит от этой структуры? Как вы думаете, этот механизм? В первую очередь, это зависит от этого источника. Группы функциональные, которые, по-другому циклуре религии, а молекулы диазоколоранты, это, в первую очередь, сможет максимум абсорбцией. И механизм очень простой. Группы функциональные акцентные и доноарные, и, в основном, изображения в исполнительное акцентные и доноарные, которые, в первую очередь, они еще и социальной акцентной акцентной. Или они не смешаны в нанопатикуле, которые схемы в опцию в материале? Группы функциональные, которые, в основном, изображаются в основном, в основном, в основном, в основном, в среду. Да, да, но иргистрация оптической, как и другие механизмы. Молекуле азоколоранты, азокомпушеи на иллюминарии, имеют правительство изомеризации. То есть, когда у нас нет иллюмина, у нас есть большая количество азомолекулей в конфигурации транс, азоколоранты, азокомпушеи на максимуме они тратят в форме чиз. Идея эта идея для того, полимеры с азоколоранты, издатоколоранты, потому что, в акции луминей, тречерилы из чиз в транс и индук, в качестве транспорта, в транспорт. В среду, в основе когда есть interferение, в супрафазе есть табло, в лине лиминоз pouco, азоколоранты должны друг себя, или не шансов. Трещение энергии имеет место в том, что изомеризация, так же? Трещение энергии имеет место в том, что изомеризация. Да, я возвращаюсь обратно. Почему? Потому что почти все изомеризации азот имеют смысл между 300 и 500 метров. Взаим, я же отвечу, это характеризация. Это означает, что азот уже трещина, что они не проблемат достоинства, как ошибка в процессе опции смысл создавания в составе. По этой форме и изомеризации, это будет азот. Группа аминоменоватая, в результате с IDO. И, в результате, де окongу явление электронное электронное у нас смысл, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Vă ofer cuvântul Respectiv, ambii experți au apreciat acest criteriu cu bine Reieșindu-se vede că din considerenile că nu a fost publicat nici un articol în revistă cu factor din PAM Totuși 6 articole în materialul conferinței este un parametru destul de bună Valoarea socioeconomică, din nou, ca și la cele precedente rapoarte de ce a fost apreciată ca bine, deoarece nu este o implementare direct actuală, dar valoarea socioeconomică este determinată de potențialul de aplicație biomedicale al elementelor optici difracționale de tip vortex care au fost elaborate, de exemplu pensete optice care permit manipularea cu microparticule și în special microscopul holografic digital care a fost elaborat. Pregătirea cercetătorilor este foarte bine, 3 din 7 executori ai proiectului sunt tineri, este un participat destul de bună În afară de aceasta, deci a fost susținută teza de doctora 1, executanta proiectului, Alexei Mișalkin și, după cum s-a menționat acum, Iorica Cazac a obținut bursa nominală a Guvernului și bursa Federației Mondială în Săvanților Iar Constantin Lașmanschi, care și după cum eu înțeleg că a dat răspuns la întrebările domnului Akhencian Duca, a câștigat un grant al Centrului Internațional învățit CSI din Federația Rusă Deci, respectiv, parametrile este foarte bine. Eficiența colaborării, colaborarea a fost destul de activă, a ceea ce e demonstrat, a fost câștigat un proiect ANECD cu COVID-ul, un grant internațional, cum am spus, alu Loșmanschi, Federația Rusă Și un proiect a fost câștigat, un proiect era net plus. Deci, perspectiva de colaborare este destul de bună, din nou, foarte bine. În rezultat, deci, ambii experți au ofreciat raportul cu 27,6 puncte Evident că este o coincidență totală a opiniilor experților și, respectiv, se propune ca raportul să fie acceptat cu calificativul foarte bine Vă mulțumim, domnul Ursachia. Dacă sunt propuneri diferite de ce ai expusă, vă rog să conectați microfonul și să le anunțați Doamna vicepreședinte, eu sunt de acord de lucrare, v-am spus de dată, mi-a plăcut. Dar eu nu primesc observația dumneavoastră și vreau să vă declar că dumneavoastră minim ați ofensat și ați ofensat pe toți participanții, pentru că dacă dumneavoastră organizați acest audie serios, atunci așteptați și aveți răbdare Dacă formal, atunci eu mă retrac. Eu nu pot să particip la ședințe, unii președinte și audiențe de fiecare dată să-mi facă mie observații Nu da așa întrebări, nu da întrebări, da mai pe scurt întrebări. Eu vă rog foarte mult Eu nu accept așa observații. Nu accept. Și eu vă rog, dumneavoastră, nu prima dată lucrul ăsta mi-l faceți mie Și eu vă rog foarte mult, dacă ați organizat, spuneți două minute, trei minute, dar nu faceți mie observații Eu nu v-am făcut observații dumneavoastră personală. Eu m-am adresat cu o rugăminte, într-un temp așa mai accelerat, ca să reușim să finalizăm astăzi audierile A fost o rugăminte din partea mea. Nici un motiv de ofensare aici nu l-am văzut Dacă nu sunt alte obiecții și propunere la audierea acestui proiect, trecem la următorul Întitulac Tehnoloģia de producția elementilor optice difractivii holografice pe strukturi, cu straturi subțiri metalos Semiconductor calcogenic litros. Conducatorul proiectului este domnul doktor Adrian Nastasie Vă rog domnul Nastasie Domnul Nastasie Său prezental ceva domnul Ursăkine Domnul Nastasie, trecem la următorul, domnul Trecem la următorul, da, o deficiență tehnică? Bun, deci, domnul doctor Cabilitat Emil Rusu, vă rugăm proiectul dumneavoastră Domnul Îmiil Rusu, să fieți cu noi Bună ziua la toți participanți la seminarul de astăzi Vă prezent proiectul cu colegii din Bielorusia Cu titlul Dezvoltarea și studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral a untelor scurte În bază soluției solide, oxidice, multicomponente Ca scop al acestui proiect Consta în dezvoltarea tehnologiei de obținere a filmurilor subțiri În soluții solide, zinc, magneziu, O, cu diferite concentrațe Elucidarea mecanismului de depunere a filmurilor Și elucidarea interdependenței dintre parametrii tehnologici și proprietățile fizice ale filmurilor Dizajul structurii pentru dispozitiv în calitate de senzor de radiație ultravioletă Terminul de realizare a fost 2 ani de zile Volumul de finanțare a fost 300.000 de lei pentru termenul respectiv Ca executant s-au fost Victor Zălămai, Dr. Morari și Victor Suman În total, 5 persoane Pentru realizarea scopului proiectului au fost utilizate mai multe metode de obținere a filmurilor și structurilor materiale oxidice Una din metode a fost metoda de punere prin centrifugare Sau în literatură se mai spune spin-houting În calitate de componente pentru zinc a fost folosit acetatul de zinc Solvenț, alcool, izopropilic sau 2-metil-xietanol Ca stabilizator de etilamin Și sursele de dopare au fost azotat de aluminiu și azotat de galiu Altă metodă care a fost folosită pentru obținerea filmurilor oxidice a fost spray piroliza în bază acestor soluții chimice Și a trei metodă pentru obținerea structurilor a fost utilizată metoda împrășterii magnetron Cu utilizare sunt de zinc, magneziu O, cu concentrație fixată În cazul nostru a fost concentrația de zinc egală cu 0,8 Adică 20% de magne O Care o să vă expun mai în continuare despre structura, morfologia și parametrii filmurilor obținute Deci în desenul dat este indicată modificarea benzii interziție a soluției solidei magneziu Zinc O Cu diferite concentrații Care până la 40, aproape 40% de magneziu O Are structura hexagonală Între 40-60% Filmele au o structură mixtă, deci hexagonală și cubică Și numai după 60% au structura filmului magneziu Zinc O Are structura cubică Deci și banda energetică pentru magneziu O Zinc magneziu O Până la 40% are o valoare undeva 4,36 electroni volt Filme cu bandă energetică mai mare și cu o singură fază Are loc după concentrație de 60% de magneziu O În lucrarea noastră a fost verificată astăzi datele din literatură care le-a expus Mai jos este prezentată dependența care a fost obținută experimental Și a demonstrat că pentru concentrații de magneziu O Până la aproape 40% are loc o coincidență destul de bună cu datele din literatură O careva deosebire sau teroare se observă pentru concentrații mai mari de 40% de zinc magneziu O Concentrații mai mari de 60% acum sunt în stadiul de studiu Deci aici tot în acest disen este prezentată și morfologie filmelor obținute prin spin coating și prin spray pyrolize Cât și AFM s-a constatat că filmelor obținute prin spray pyrolize au o rugăciutate mai mică față de cele obținute prin spin coating În disenul acesta sunt prezentate mai detaliat la diferite mărime În imagini 7 a filmelor obținute prin metodă spin coating și prin metodă Spray pyrolize Tot aici este indicată compoziția filmelor obținute prin metodă EDX Deci astea sunt datele experimentale care indică conținutul magnei și azincului care are o desăbire față de cele calculate pentru dipunerea filmelor Următorul slide se referă la studiul proprietăților filmelor cu diferite concentrase În graficile de jos sunt prezentate spectre de fotoluminescență pentru compoziție a zincului de 0 Adică pentru zinc cu 8 fără magneziu Concentrația 0,5, 0,5, 0,4, 10 sau 40% Notate prin curbele 1, 2, 3 și 4 pentru temperaturile de 300 grade Kelvin și 20 grade Kelvin Pentru a explica dependența obținută a spectrului fotoluminescență în dependență de concentrație magneziu în film A fost propus un model care explică poziția maximului de luminiscență în aceste film Deci aici se vede din figurile date Se vede că pentru diferite compoziții Spune pentru X egal cu 10% Stările Benicitatea stărilor energetice La hotarul cu banda energetică Se propagă în banda interzisă La 70 mLV Cât mai jos de banda de conducție Atât și mai sus de banda de valență Cu mărirea Cu mărirea concentrației Majorarea concentrației magneziu în aceste filme Coțele în banda energetică Lângă banda de valență Alături de banda de conducție și banda de valență Crește până la 120 mLV Pentru concentrația 0,20 mLV Și cu concentrația 40% Ajunge până la 400 mLV Deci Au fost studiate În același timp și Proprietățile Fotoelectrice A filmelor Din magneziu Cu diferite concentrații Pentru 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 metodele De obținere a filmului Prin spiu optic Și prin Sprei Pirolize Deci Cum se vede din aceste diseni Sau dependențe Relaxarea De lungă durată A fotocurentului Se observă în filmele Obținute prin spiu coating În filmele Obținute prin metoda Sprei Pirolize Sau cum e numit aici Aerozol Depunere din Aerozol Care nu atestă așa O relaxare de lungă durată N-am spus că în filmele respectivă Se observă o fotosensibilitate Tât în domeniul ultraviolet al spectrului Atât și în domeniul vizibil și infraroșul Numai cu diferite sensibilități Pentru acest domeniu Aici Sunt prezentate datele măsurării Fotocurentului Sau caracteristicul Curent tensiunii Pentru Pentru diode Metal Semiconductor Metal Unde este indicat Designul Adică În formă Interdigitali Structura Este Pe suportul de Siliciu Sau alt material Se formează filmul de zinc Magneziu O Cu diferite concentrații Și se depune Contactul metalic În formă De Interdigital Deci Pentru pelicule Sau filmele Obținute Prin metoda Aerozoa Și prin metoda Spincoating Foarte de remarcat că Filmele obținute Prin metoda Spincoating Ateste o sensibilitate Mai înaltă Față de cele Obținute Prin metoda Aerozoa În acest desen este Indicată structura În baza Heterogențiunii Formate Între Suportul De siliciu Cu contact De tip P Și Filmul oxidic Care este indicat Zin Magneziu O Cu diferite concentrații Și contactul Metalic Pe suprafață Filmului Oxidic Dependență Curentului De tensiune În Pe scara În dublu logaritmic Prezintă O dependență Lineară În funcție De A curentului În funcție De tensiune Cu Adică I Este proporțional La tensiune În La putere M Unde M Este Din aceste date Este egal Aproape Cu 2 Și coincide Cu Teorie Lampierd Care Indică Că Curentul Parcurge În Structura Dată Este O podiodă Cu injecție Unul din momentele Care au fost Realizate În lucrarea dată Au fost Legate De Faptul De a Obține În bază Structurilor respective O selectivitate Mai înaltă În domeniul ultraviolet Al spectrului Și pentru a Realiza Această Misiune Acest Desiderat Au fost obținute structuri Cu mai multe straturi În care Stratul Stratul De Absorpție Și fereastră Formează Un gradient Al Bezii interzise Iată de exemplu În În primul Desen Structura Este formată Din Suportul Pe siliciu Cu contact Omic Lăia Stratul În Zinc O Care are o bandă energetică 34 MV Și Stratul În Zinc Magneziu O Cu o bandă energetică Mai înaltă În așa mod Între Filmul Zinc Magneziu O Și filmul Zinc O Transformează Un gradient De Abiezii energeici Care Accelerează Distribuirea A A Purtătorii de sarcenă În structură Altă Structură A fost Confecționată În baza Tot cu Gradient Abiezii interzise Pentru diferite Compoziții A Stratului Zinc Magneziu O Și Cum se vede din aceste disemnii Deci iată Pentru prima structură Fotoresponsibilitatea pentru În domeniul ultraviolet al spectrului Este Maximă Și Cu atestarea unei sensibilități Și în domeniul vizibil al spectrului Pentru structura a doua Sensibilitatea în domeniul vizibil al spectrului este Redusă Iar Spectrul de sensibilitate a structurilor datei poate fi modificat Prin compoziția Prin compoziția Filmulor de zinc Magneziu O Și Această dependență a Mărimii bezei interzise de concentrația Concentrația magneziu în film este prezentată iată în disemnul respectiv Care poate fi În cazul nostru Noi am atins Valoare de 5,51 Electron Vos pentru Zinc Magneziu O Cu concentrația 0,35 A Magneziu Publicațiile În cadrul proiectului au fost obținute iată o listă de publicații inclusiv și cu partenerii noștri din Bielorusia în publicații comuni. Au fost prezentate la conferințe internaționale și naționale și publicate în revistă cu Impact Factor, Factor Best Stage on Nanotipologie cu Impact Factor 2044. În același timp a fost prezentat la conferințe internaționale Nano 2020, a 10-a ediție care au avut loc în Constanța Românie în luna august. Ca rezultat, ea a fost menționată ca una din prezentările de valoare la conferința din Constanța și menționată cu o diplomă. Deci, ca concluzie pot să spun că toate acele obiective care au fost luate pentru a realiza proiectul dat au fost îndeprinite, au fost elaborate tehnologii de obținere a filmelor oxidice prin mai multe metode tehnologice, au fost obținute structuri pentru a crea dispozitive fotoelectrice și au fost formate obținute fotoreceptoare pentru domeniul ultraviolet al spectrului în bază structurilor metal, semiconductor, metal. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnul Rusu! Vă rugăm să deconectați prezentarea dumneavoastră, așa că să avem posibilitatea să vedem în imaginei colegii care participam la ședință. Dacă sunt întrebări către domnul Dr. Habilitat, Emil Rusu, sau opinie? Dacă se poate, opinie! Da, vă rog, domnul președinte! Bună ziua! Pe cine nu am văzut înainte de ședință, vreau să menționez că domnul profesor Rusu activează de mulți, mulți ani și mi-am amintit, iată, în contextul acestei prezentări de anii 80, când a dezvoltat mai multe tehnologii, atunci era biroul tehnologic, vindea materiale, structuri microelectronice, în mai multe orașe ale fostei Uniunii Sovietice, țin minte și la Minsk, cumpărau la Integral și mai era o firmă acolo, nu mai țin, dar procurau materiale și structuri de la echipa domnului profesor Rusu și, desigur, că toate activitățile atunci erau susținute de firme cu mezon, însă și mezonul era o platformă care absorbea elaborările noi și, desigur, susținea, impulsiona dezvoltarea și implementarea. Timpurile s-au schimbat, dar ce este bine, că domnul profesor a rămas devotat elaborării unor structuri noi. Și chiar în condițiile noastre foarte și foarte limitate și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al echipamentelor noi, facem maximul ce-i posibil să se mențină la un nivel care ne-ar permite să ne promovăm imaginea la scară internațională. Asta ține și de publicații, fiindcă a concura astăzi cu rechinii din Occident nu este simplu. Ei sunt echipați până în dinți. Și, desigur, că lucrul ăsta, în primul rând, se obține prin muncă, asiduie, reușește să atragă și tineri în aceste activități. Și eu cred că, anume, prin publicarea lucrărilor. În reviste internaționale, noi atragem atenția comunității că în Republica Moldova lucrările în domeniu continuă. Și asta ne deschide pentru viitor și oportunități mai multe să vină investiții. Eu, de la finele anului 90, sunt recenzent la câteva reviste internaționale în care publică, tradițional, mulți chinezi. Vreau să vă spun că ce am observat, dacă atunci nivelul lor științific al lucrărilor era așa, destul de modest, cu timpul s-a îmbunătățit calitatea lucrărilor și când în China veneau deja investiții foarte serioase și apăreau companii mixte, deci au venit bani acolo și în cercetare. Și atunci investițiile au dus și la implementări. Fiindcă fără investiții serioase, rolul nostru este să demonstrăm că avem totuși capacități să ne cunoască lumea, să pregătim cadre și lucrul ăsta trebuie să-l conștientizăm. Eu vreau să aduc mulțumiri domnului profesor Rusu că nu a schimbat stilul activității. Și cu aceeași, eu aș spune, dăruire ca și în anii tinereței, dezvoltă acest domeniu mai departe. Succes în continuare, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domn președinte! Cred că ceea ce face domnul Rusu cu echipa, precum și alți colegi din aceste proiecte bilaterale, unde eu m-am uitat în deșifrarea divizelor de cheltuieli, persoanele sunt angajate pe 0 întreg și 13 sutimi normă. Vă dați seama ce sume sunt acestea. Deci, cred că îi putem atribui și dumneavoastră expresia lui Caramzin referitor la Ștefan cel Mare, Mala Mesila Medela Ibelică. Succes în continuare. Dacă mai sunt opinii sau întrebări, vă rog! Dacă nu, domnul Ursuache, vă rog să dați citire alizele. Deci, ambii experți au specificat că acțiunile planificate au fost realizate. Scopul principal a proiectului a fost atins integral. La criteriu de seminare, rezultatul un expert apreciat ca bună, cu calificativul bine, altul foarte bine, a fost publicată o lucrare într-o revistă factorului de impact 2, 3, 6, este un factor de impact destul de bun, două lucrări naționale, șase lucrări în materiale conferinților naționale și internaționale, a fost depusă o cerere de brevet de intenție, deci vedem că seminarea este, de fapt, destul de la altă. Valoarea socioeconomică, din nou, foarte bine, nu a fost apreciată, de fapt, de la bun început, cu niciun proiect, fiindcă, cum a menționat și doamna academician Ducă, în implementări reale la moment, sigur că nu sunt, dar a fost demonstrată posibilitatea aplicării structururilor planare în bază a soluției solidi de zâng maniuă pentru confecționarea de structuri optoelectronici pentru domeniul într-o revioreta aspectului, inclusiv s-a demonstrat posibilitatea de obținerea structurilor selective pentru un anumit domeniu. Valoarea, deci, pregătirea cadrelor a fost apreciată foarte bine, deci, inclusiv participarea doctorandului Morar Vadim la lucrările, care a avut și o stagiune de 5 luni la Institutul Leibnului din Dresd, în Germania, și este în pregătire teza de doctor, care, actualmente, este la ultimul an de doctorar. Eficiența colaborării internaționale a fost apreciată foarte bine, posibilitatea de continuare a lucrăriilor cu calificativul bine. În rezultat, unul dintre experți a apreciat lucrarea cu 30 de puncte, altul cu 26 de puncte, deci, în media de obiect 28 de puncte, respectiv, se propune ca raportul să fie apreciat cu calificativul foarte bine. Vă mulțumesc, domnul Ursache. Sunt opiniei diferite de cea enunțată? Nu sunt, atunci se acceptă propunerea enunțată. Domnul Ursache, am vrut capul dacă domnul... Să vedem dacă domnul Anastasia, el s-o conectați, să vedem dacă poate partajar ecranul. Da, încercați, domnul Anastasia, vă rog. Domnul Anastasia. Doamna Cajucară, trecem la următoare, o să mă telefonez. Deci, domnul Eduard Monayco. Da, vă rugăm să ne prezentați. Da, deci. Deci, acum prezent. Deci, denumirea proiectului este Compușii semiconductori pe roșie a trei băcini și pervoschite pentru structuri fotonice și microelectronice. Deci, ca partener, am avut un are să avem reprezentantelor Universității de Stat de Informatică și Electronică din Belorus și, în nume, Laborator de Nanofotonică, Departamentul de Micro și Nanoelectronică. Deci, raportul integral a fost publicat pe pagina Universității Tehnice a Moldovei și poate fi accesat în mod deschis de pe site-ul Universității. Deci, scopul de bază a proiectului constă în elaborări de structuri în baza compușilor semiconductori pe roși din grupa III-V și pervoschite cu proprietăți optice și fotoelectrice dirijate pentru utilizare în fotonică și microelectronică. Deci, pentru atingerea scopului au fost planificate următoarele lucrări de elaborat tehnologii de producere structurilor poroase multistrat în baza compușilor semiconductori III-V. Deci, dezvoltarea tehnologiilor electrochimice cost efectivă, deci scopul formării membranilor subțiri în baza acestor compuși III-V. De asemenea, elaborarea tehnologii de obținere a nanofirilor de gale ori prin metodă electrochimică ce permite de a păstra deci calitatea nanofirilor. Deci, ele nu sunt crescute deci prin alte metode, dar pur și simplu se înlătură materialul. Deci, din părți și rămâne firele cu aceeași calitate cristalină, deci cu aceleași proprietăți optice, ca și material inițial folosit. Și, de asemenea, studiul caracterișilor curenti tensiune, capacitatea tensiune, cu scopul de a lărge domeniul de aplicare acestor structuri, de asemenea și celor care sunt elaborate în partenerii în Bieloruși, în micro și nano electronică. Deci, pentru a atinge scopul și obiectivele date, au fost realizate mai multe etape, deci acțiuni. Deci, nu o să le dau citire, însă o să le încerc să le prezint, deci în continuare, cu unele rezultate experimentale. Deci, finanțarea noastră mă opresc, fiindcă au fost doi ani câte 150 de mii, deci au fost implicati șase persoane în realizarea proiectului, dintre care trei sunt, deci, tineri cercetători, chiar și doi doctoranți. Deci, rata de participare a tinerilor este de 50%. Deci, în ambii ani, fondul de salarizare a fost epuizat, deci integral, deci toți banii au fost cheltuiți după destinație, deci nu au rămas careva surse neutilizate. Deci, despre rezultate științifice. Deci, a fost elaborată ruta tehnologică de obținerea nanomembranelor, deci pe diferite metale, ca nitrura de galiu, deci fosfura de indiu, arsenura de galiu, dimensiunea cărora, adică grosimea acestor nanomembrani, variază de la câteva sute de nanometri, adică începând de la 200 nanometri, și poate varia chiar și până la 45 de micrometri. Au fost studiate indicatrice de împrăștiere cu scopul de a optimiza morfologia, gradul de poroistate, pentru a obține efectul de retrorefracție. Pe unele materiale din grafice se observă că posedă o retroreflecție difuză, altele reflect preponderent spre direcția razei incidente. Până la urmă au fost elaborate nanofire, deci de galiu arsien, care practic indicatrice de împrăștiere a demonstrat că preponderent are loc împrăștierea în direcția razei incidente. Astfel au fost stabilit și parametri necesari pentru aceste structuri. De asemenea, partenerii de la Beloruș se ocupă cu materiale pervoschite, deci staniu sau bariu Tio-3. Ei te pun prin metode de centrifugare. Problema este că pot să depuie doar straturi foarte subțiri și procedura este repetată de câteva ori ca să obțină un strat calitativ cu intensitate înaltă, spre exemplu dacă este dopat cu ierbiu sau europiu. Deci noi am propus să folosim materiale poroase care reprezintă un template enorm ca să fie împlut cu ceva. Și au fost, de asemenea, optimizate procedura tehnologică de tratament termic încât stratul poros să nu fie afectat și de temperaturi ridicate, practic s-au folosit temperaturi de până la 500 de grade Celsius. Aceasta a fost de ajuns ca să aibă loc activarea straturilor depuse de bariu Tio-3 și au fost studiate proprietățile lor optice. Deci compoziția chimică și morfologică a fost investigată și au demonstrat prezența europiului ierbelor în diferite concentrații. De asemenea, s-au folosit structurile elaborate de parteneri din Beloruș și am investigat proprietățile fotoelectrice, spre exemplu, caracteristicii volt-amperice la iluminare, deci la întuneric, capacitatea tensiunei, deci a heterostructurilor elaborate, pe diferite substraturi, deci de siliciu, straturi băroase, cu scopul de a alergi domeniul de aplicare acestor structuri. Prin metodă electrochimică a fost elaborată tehnologie de obținere a nanofirilor. Deci dimisiunea acestor nanofiri poate varia de la câteva sute de nanometri până la 800 de nanometri, deci în dependență de parametrii tehnologici folosiți. Spre exemplu, pe un centimetru patrat se pot fi obținute 10.000 și 100.000 de nanofiri și de asemenea au fost studiate proprietățile acestor nanofiri, spre exemplu, integrarea într-un dispozitiv fotodetector în baza unui singur nanofir. Au fost folosite diferite abordări pentru elaborarea contactelor, fiindcă nu este o procedură destul de simplă ca să studiezi un nanofir. Deci trebuie de confecționat contacte calitative, fiindcă aceasta și o să influențeze rezultatele. În cadrul proiectului, noi am folosit diferite abordări, spre exemplu, contactarea cu microscopul cu razele de ioni focusați și litografia cu lazer. Deci ambele abordări au demonstrat o metodă eficientă, însă clar că microscopia FIB este destul de costitoare și s-a ales mai optimală să fie metoda litografiei prin lazer. Deci se pot vedea caracteristicile volt-amperice la întuneric și la iluminare și, de asemenea, deci fotorăspunsul în timp. Deci au fost calculați fotorăspunsul, detectivitatea acestor nanofire cu diametri diferite, deci de la 200 nanometri până la 400 nanometri. Deci, practic, luând în calcul fotorăspunsul obținut, s-a demonstrat că este de două ordine, deci de mărime mai înaltă, decât fotodetectori similari, deci raportați în literatură, dacă luăm aceești densitate de excitare. Rezultatele, deci, au fost publicate în câteva lucrări științifice, deci unele au fost transmise și se află acum în stade de recenzie și, de asemenea, au fost participări comune cu partenerii din Bieloros, atât în conferințe internaționale de la Minsk, de la Chișinău, au fost rapoarte și în Germania și în Belgea. De asemenea, în cadrul proiectelor au fost depuse două cerici de brevete, anume ce ține de procederea de obținere a nanofirilor de arsenură de galiu și altul este, deci, detector de radiație infraroși în baza nanofirilor de arsenură de galiu. Deci, din lipsă de timp, nu o să dau citirii concluziile, însă aș vrea să spun că practic toate obiectivele au fost realizate cu succes și aș vrea să menționez că experimentele încă continuu, nu știu cum este la ceilalți colegi care au finisat acum proiectul beloruscoa și noi, însă, din partea la beloruși, nu știu de ce este un time shift, adică ei încă jumate de an continuă proiectul. Adică este un set de probe care acum se află încă în stadiu de studiu. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru că nu mână laică vă rugăm în acelie și ne scopătului. Vă mulțumesc pentru că nu mână laică. Скажите, пожалуйста, есть возможность управления размером? Есть возможность. Есть возможность. Мы использовали субстрейты, то есть кристаллы с проводимостью с легированием 10 в 17 степени. То есть если использовать более легирование, можно получить на нити суб где-то меньше 100 нанометров. Это зависит от легирования. И от технологических параметров. Концентрация электролита чуть-чуть подобрать, напряжение. Спасибо всем. Да, пожалуйста. Я вам вопрос, дам дана Викториня. Дом Монайко, спустите, как есть ли это? Депенденция динтри порозитета, который мы изучаем, из-за оптических, фотоэлектрических и фотохимических. Если вы получаете результаты для фотохимии, то это интересно. Да, спасибо за вопрос, дам академичан. Так что материалы, материалы, Добавил субтитров А.Семкин 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 В этом видео было очень интересно, когда пророузыка шахнет, когда запаха интерна. И, дам сказать, что это зависит от внимания этого материала. Потому что я понял, и это поносно, и это все остальное. И, дам сказать, что это с вами, потому что, я с вами был об этом, когда мы видят, что-то, скажем, что-то изменение. Почему мы начинаем с оптимизировать? Депинт от dimензий. Я хочу спросить, что порозитет зависит от интернета? Потому что это экзамен, но и интернет. Порозитет, мы можем регулировать. Чуть маленькая, поэтому порозитет и больше? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все хорошо, пожалуйста, вам слово. Модернизация состоит в том, что при экспонировании данные структуры одновременно заряжаются в поле коронного разряда, что позволяет повысить в несколько раз чувствительность, дефракционную эффективность и глубину протравленного рельефа. На данном слайде представлен список исполнителей и финансирования. В современных оптических технологиях разработка новых материалов, в том числе и регистрирующих сред, является ключевым аспектом. Среди множества регистрирующих сред на базе халькогенидных стекол наиболее перспективны, использующиеся для записи фотоструктурные превращения и фотодиффузии меди. Они обладают сверхвысоким разрешением, единицы нанометров, низким уровнем шума, возможностью селективного химического и ионного травления, что делает их наиболее перспективными для нано-литографии, защитных географических технологиях и создания географических дифракционных оптических элементов. Существенным их недостатком является относительно низкая светочувствительность и дифракционная эффективность. Ранее нами было показано, что при экспонировании тонкопленочных структур металл ХСП, а именно никель-купрум с Арсен-2С3 или Арсен-2С3 с одновременной экзарядкой в поле коронного разряда, происходит увеличение в несколько раз чувствительности и дифракционной эффективности. Позже наши коллеги из Болгарии обнаружили, что при использовании коронного разряда дифракционная эффективность в структуре ХРОМ-РСН-2 увеличивается в 10,30 раз. Можно я вас приостановлю? Господин Адриан, мы читаем глазами много скорее, чем вы говорите, не надо читать с экрана, это неправильно. Я полагаю, вы вполне можете изложить своими словами, что вы сделали, потому что так это просто вызывает некую неуверенность, что вы автор этой работы. Пожалуйста, прекратите читать с экрана то, что написано буковками. Хорошо, перейдем. Все, я закончил. Идем к цели эксперимента. Целью проекта является исследование влияния коронного разряда на голографическую чувствительность тонкоплёночных структур ХРОМ-АРСН-СЕРОСЕЛЕН и ХРОМ-АРГЕНТУМ-КУПРОМ-СУЛЬФАСЕЛЕНИДЫ-МИШИКА и дифракционная эффективность голографических решёток. На этом слайде представлены исследуемые структуры металл ХСП, а также методы исследования. Это оптическая спектроскопия видимой области и ближней инфракрасной, рамановская спектроскопия, голографические методы, химическое отравление и численно-компьютерные методы. На рисунке 1 представлена стандартная схема записи голографических решёток по внесевой схеме Лейта-Упатникса. На рисунке 2 представлена схема создания коронного разряда для записи. 1 – стеклянная подложка, 2 – слой металла, 3 – плёнка ХСП, 4 – тонкая вольфрамовая нить, 5 – высоковольтный источник питания. На рисунке 3 представлен общий вид источника высокого напряжения и коронатор. На рисунке 4 представлена зависимость дифракционной эффективности от экспозиции для различных составов сульфаселенидов мышчика. Как видно из рисунка, наибольший эффект наблюдается для составов хром-арсен-40, сера-39, селен-21. Кривая 5 соответствует записи без коронного разряда, кривая 6 – при записи в коронном разряде. Следует отметить, что данная зависимость – это зависимость корня квадратного из дифракционной эффективности. На рисунке 5 представлена зависимость голографической чувствительности для различных составов сульфаселенидов мышчика в зависимости от процентного содержания селена. Данные получены на основе рисунка 4. Как видно из рисунка 5, наибольшей чувствительностью, наиболее оптимальным составом является хром-арсен-40, сера-39, селен-21. И увеличение в коронном разряде, усиление в коронном разряде составляет в два раза чувствительности. Таблица 1. Дифракционная эффективность записанных и протравленных голографических дифракционных решеток для разных составов. На таблице 2 представлены данные после химического отравления для всех составов, как в коронном разряде, так и без коронного разряда, и после химического отравления. На таблице 2 представлена чувствительность и дифракционная эффективность при записи и отравлении голографических дифракционных решеток, сформированных в структуре хром-арсен-40, сера-39, селен-21 и купрум-арсен-2, селен-3. Как видно, эффект коронного разряда позволяет в данных структурах повысить, усилить чувствительность и дифракционную эффективность. Так, после записи для составов хром-арсен-сера-селен, механизм записи, в которых фотоструктурные превращения, удается после записи повысить чувствительность в 2 раза, дифракционную эффективность в более 3 раз, и после отравления данных решеток на 30% усиливается дифракционная эффективность. Для сравнения представлена также структура купрум-арсен-2, селен-3, эти данные получены ранее, механизм записи, фотодиффузия металла. После записи усиление чувствительности 1,6, отношение дифракционной эффективности более 2,5 и после отравления также 2,5. На рисунке 6 представлена компьютерная программа и результаты расчета изменения показателей для преломления тонкой пленки ХСП при записи в ней голографических дифракционных решеток. Программа написана на языке Паскаль. Прямая оптическая задача решалась в приближении к Киргофу. Программа запрашивает у оператора такие параметры дифракционной решетки, как период, профиль, отношение сигнал, отношение сигнал-шум, и позволяет производить расчеты показателя преломления. Как видно, ошибка составляет менее 5%. Данные расчетов приведены в таблице 3. В зависимости от дифракционной эффективности голографических дифракционных решеток от толщины регистрирующей среды для различных значений изменения показателя преломления. Так, на результате программы, которая была рассчитана на предыдущем слайде с точностью 5%, мы можем говорить, что при микронной, для Арсен 2С3 с толщиной 1 микрон, дифракционная эффективность составляет 5,68, при Дельта-Н 0,1 разности показателей преломления. На следующем слайде показана компьютерная программа и результаты расчета глубины рельефно-фазовой географической решетки, образующейся при химическом травлении фазовой географической дифракционной решетки, зарегистрированной в пленке КСП. Вводятся такие параметры, как показатель преломления химического отравителя, период решетки, ее профиль, первый порядок дифракции, нулевой порядок дифракции, и программа выдает результаты расчета глубины протравленной решетки. Так, в данном случае ошибка составляет менее 10%, и глубина решетки составляет 120 нанометров. На следующем слайде представлено фото установки для записи географических дифракционных решеток в поле коронного заряда. Данная самодельная географическая дифракционная установка была адаптирована под запись в коронном разряде, на которой видно коронатор и источник высокого напряжения. На рисунке 9 представлена установка для химического отравления голографических дифракционных решеток. Здесь представлены выводы, написаны выводы непосредственно по результатам данного эксперимента. В целях экономии времени я позволю себе их не зачитывать, а сразу перейти к списку публикаций и заключений. В результате проделанных экспериментов было опубликовано три научные публикации. Журнал технической физики, журнал оптика и спектроскопия и Хальхаджина и Тлете. Все с импакт-фактором почти единица. Также два постерных доклада на Московской международной конференции и Кишиневской. Теперь разрешите прийти непосредственно к заключению. На базе экспериментальных данных, полученных в рамках этого проекта, и учитывая предыдущие результаты, можно сделать предположение, что одновременное проведение экспонирования и зарядки в поле коронного разряда для всех высокоомных составов ХСП будет обеспечить увеличение их светочувствительности и дифракционной эффективности как у зарегистрированных геолографических решетках, так и в рельефных, полученных после травления. Учитывая вышесказанное, а также наблюдаемое увеличение глубины протравленного рельефа, полученного после записи в поле коронного разряда, так и за счет фотоструктурных превращений, и за счет фотодиффузии металла, позволяет надеяться, что разработанные нами способы записи найдут применение в промышленном производстве голографических дифракционно-каптических элементов с большой площадью и окажутся полезными в голографических защитных технологиях. Вамил Сумеск, Пентру Атенце. Спасибо большое, извините, если я сильно волнуюсь, я первый раз в Зуме. Ну, ваш первый опыт был удачным. Спасибо большое. Вопросы к господину Настась. Мнение по поводу представленного доклада. Если нет, дако не сунт, дамы Урсаки, вы рог с презентацией опыними лей-эксперти. Да, deci, обе экспертии у constатат циуни планификации у вас были реализации и скопы-л, в general, у вас есть финз, но один из экспертов нечтенеет из-за того, что механизм contribутия короаной из-за того, который не является полностью элучидацией, он может сказать и сказать, что стабильность фильму и месторая страты кондуктура, которая diffуция в галкогенит, и не понятно, что материал из-за того, что материал из-за того, что один из-за того, кто-то с очень хорошо. Но, в основном, скопы-то, что материал а также. Используя три артикуля в ревизе «Фактор» и «Инпакт» и две тести. И оформление в проекте в ревизе. Валуирование социо-экономное, как и у нас, в ревизе, это обрабатывание в ревизе в ревизе в ревизе для использования и для организации экономики и для того, в реализации это потенциал, и это заходя на процедурии технологии разработки на фазе документации технической. Подписывание тинерного является апричатой как бунной, даже половина динтрии экзактори с тинерами, даже есть у participания достаточно добра, но в рапорт не стоит mencionать participание докторанцилов или сусиление театрилов. Эфицина коллаборации очень хорошая, в афаре де коллаборация с эфиром партнера в реализации проектов на уровне динтрии на уровне динтрии динтрии украина, летония, Россия. Посебитое де continuание о лукаретое есте бун, тинэн конь де actualitate тематичи церкетарилу, есте посибил continuание церкетарилу при проекте динтрии программи национал и интернационал, дар не ест менчонат апликаре церилов де проекте де церкетаре к дурату реализации проектов билатерал. Энн финал 10 respectив, унил динтри эксперти а апричиат рапортul ку 27 интриг шасе пункте, алтол апричиат ку 24 динтрии. Распетив, унил а пус calификативу foarte бине, алтол а пус calификативу бине, deci noi требуе сээ декидем каре calификативу пунем на финал датолу аудирио, бине sau foarte бине. Ките пункти обеам в медиу, в медиу? В медиу унил 22, апроапия 28, а оттол 24, deci ţи 26 в медиу. Мы обучили очень хорошо, потому что я не помню, что у нас есть 26 пунктов. В этом проекте есть чуть-чуть чуть-чуть выше, но я сказал, что барьерный трекер есть 20 пунктов, максимум 30. Дисклеймеры, соответствующие 22 пункти, 25 пунктов, 25 пунктов, 25 пунктов, 26 пунктов, 10 пунктов, 20 пунктов. В этом случае мы будем ставить на выбор. Дисклеймеры, соответствующие «Бо», 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 «Бо» кинь, «Бо», «Бо», «Бо». То есть, мы не слышим ниже овощи, рамынет оптича «биня», рапорт «эст акцептат» с калификативом «биня». Вау, спасибо, господин Настас. Встречем на следующий рапорт. Доктор ухабилитат Валентин Михайлов. Чи не презенту? Просту презенту, господин Наталья Казак. Да, господин Наталья Казак. Доктор ухабилитат Валентин Михайлов. Доктор ухабилитат Валентин Михайлов. Не Party-либо. Продолжение следует... 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 O altă metodă ca alierii prin scântei am decurs când am folosit pulbere în zona de acțiune a plasmei, descărcări în impuls. Astfel, respectiv, acea căldură care se degajă în aceste condiții se micșorează, respectiv, metalul depus este mai mare, adică se formează grosimul mai mare. Acest lucru ne s-a demonstrat atunci când am făcut experimente măsurând cinetica transferului de masă. În cazul electrozilor compact și cei cu pulbere, se vede din aceste grafic căci în cazul pulberelor s-a obținut un strat aproximativ de 10 ori mai mare decât în cazul când am folosit un electrod compact. Respectiv, același lucru se observă din acest grafic când am folosit un electrod rotativ față de cel vibrator grafic. Linile sau aceste linii care sunt în partea de sus ne demonstrează acest lucru că sunt cu rotativ. Acțiunile realizate pentru atinjarea scopului au fost efectuate cercetări structurale și de fază a straturilor superficiale, care au demonstrat formarea fazelor nanostructurate, în anumite condiții a fazelor amorfe, ceea ce explică valoarea înaltă a caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor durificate. Au fost stabilite valoarele optime de energie ale descărcărilor impuls, de la 0,19 până la 3 jou-uri și a frecvenței impulsurilor de 100 Hz. În cazul mișcărilor de rotație, în cazul când folosim pulbre, am folosit frecvență de 50 Hz. Mișcarea de rotație a electrodului de prelucrare a fost de rotație și vibrație, precum și complex când am folosit și vibrație plus rotație în același din concomitent, și durata prelucrării în funcție de valoarea energiei descărcării și a materialului electrodului de prelucrare, și, în final, optimizarea regimurilor în baza acestor parametri. Aici, din aceste histograme, se vede formarea acestor carburi metalice, care a fost și scopul nostru de a obține carburi metalice din electrozie compacte, adică folosind straturi electroni din titan plus electroni din grafit, și la anumite frecvențe, când am obținut valori ale energiei, de la 0,13 G și la 3 G. Dar, respectiv, avem și demonstrată duritatea straturilor obținute, în cazul suprafețelor metalice din oțel, au obținut un strat destul de gros, cu o duritate chiar de 4-5 ori mai mare decât a stratului inițial al materialului, și se observă că și un strat destul de gros a fost depus pe această suprafață, cu o duritate destul de înaltă. Ceea ce am zis mai inițial în scopul de a obține straturi nanostructurate, se vede din aceste imagini, unde am obținut aceste straturi amorfe sau nanostructurate. Proprietățile fizico-mecanice ne-a demonstrat că acoperirile care au fost cu titan și carbon au o rezistență la coroziune foarte bună în raport cu celelalte materiale, respectiv și rezistență la uzură a carburilor de titan și volfram, au o rezistență foarte bună la uzură față de același oțel care este ca bază, adică partea contra corpul, care îl folosim în timpul realizării încercărilor la uzură sau tipologia. Și în final au fost atinse scopurile și obiectivele propuse acestui proiect. A fost elaborat procesul de sinterezare a carburilor metalice prin prelucrare succesivă asupra feții de lucru cu electrozi de titan, grafit, precum și volfram cu grafit, ceea ce a creat premize de înlocuire a electrozilor standardizați, scump și deficitari, care practic au dispărut de pe piață. S-au obținut cunoștințe noi din crearea condițiilor de obținere, a acoperirilor cu conținut de faze cristaline și amorfe, care atribuie acestora noi performanțe de exploatare, duritate înaltă, rezistență la uzură și coroziune. Au fost elaborate recomandări tehnologice, prevind sintetizarea prin electroeroziune a acoperirilor cu caracteristici înaltă de exploatare, ce concurează cu caracteristicile similare a electrozilor standardizați și prezintă în sine o alternativă în condițiile lipse acestora. În baza acestui proiect au fost publicate o serie de articole, participări la conferințe. Nu am participat în 2019 în Cauna, Slituania, totodată și în vara anului 2019 în Italia, Neopolis, precum și au fost în reviste internaționale și naționale, publicate în Treinii SNOS, Părșcove Metalurgia și la Chișinu în Academia și anul acesta ceva. Am fost publicații care au fost împreună și cu partenerii noștri din Peloruzia, de la Universitatea de Stați din Grodna. Cam asta. Vă mulțumesc, pentru a-l. Vă mulțumim, doamna Căzac. Vreau doar să completez, că în afară de publicațiile care le-ați menționat, judicându-o pe raport, aveți și publicații în reviste cu factor de impact. În 2019. Care tot fac parte din raportul pe proiect. Vă mulțumesc. Acum eu vă rog să închideți prezentarea dumneavoastră. La mine iarăși a părut aceeași problemă. E regulă. E regulă. Are cineva întrebări către doamna Căzac sau dorește să-și exprime opinii? Nu sunt, din ceea ce văd eu. Domnul Ursache, vă rog să dați citire avizelor, experților. Ambe experții au apreciat că acțiunile planificate au fost realizate și scopul proiectului a fost atins. Vreau să spun din start că unul dintre recenzenți a apreciat raportul cu montajul maximal, adică cu 30 de puncte, dar această apreciere este expusă destul de larg și detaliat și destul de calitativ pentru fiecare dintre criteriile de evaluare. Respectiv, pentru diseminare rezultatelor, este apreciată ca foarte bun, foarte bine. Au fost publicate trei articole în reviste internaționale, după cum am menționat și doamna memnul corespondent, două dintre aceste lucrări sunt în reviste cu factor de impact, patru articole în reviste naționale și trei lucrări în materiale conferințele internaționale, deci este o diseminare destul de largă, valoarea socioeconomică a rezultatelor. Unul dintre experți a apreciat-o ca bună, altul a apreciat-o ca foarte bine. De fapt, este unica apreciere a proiectelor care le audiem astăzi, la care unul dintre experți a pus calificativul foarte bine la valoarea socială economică a rezultatelor. Și aceasta este argumentat prin faptul că rezultate obținute în proiect conste în crearea premiselor pentru elaborarea unor noi tehnologii unde electrodii specializați standardizați sunt înlocuiți cu electrodii obținuți din elemente constituente care, datorită accesibilității acestor materiale și a costului redus, în comparație cu electrodii standardizați, reduc considerabil costul final pentru obținerea acestui tip de acoperire. Datorită rezistenței înalte la uzura a materialelor metalice aleate cu carburi din metale greu-fuzibile, la implementarea lor se prognozează beneficii economice esențiale pentru anumite domenii de activitate, iar macheta concepționată a instalației de elaboraturi cu comanda numerică pentru durificarea suprafețelor metalice, un diapazon larg de parametri energieci și respectiv cu posibilități larg de bariere a parametrului de durificare a suprafețelor, poate fi luat ca prototip pentru producerea unui astfel de instalații de către agenții economici din Republica Numbă. Pe criteriu, pregătirea cercetătorului este apreciată ca bine din cauza că niciunul dintre execătorii proiectului nu este tineri cercetător, dar unul dintre execătorii proiectului căzac a pregătit teza pentru susținere de teze de doctor. Deci, al doilea expertul, că m-am spus apreciatul, că foarte... Eficiența colaborării este foarte înaltă, ca și în două rapoarte precedente. Deci, echipa executorului de proiect este antrenată și într-un proiect cu orizont 20-20, cu o colaborare foarte largă, cu o geografie de colaborare foarte largă, și, respectiv, și posibilității de continuare a cercetărilor este apreciate ca foarte înaltă. Respectiv, deci, după cum am spus, unul dintre experți apreciază proiectul cu 30 de puncte, deci punctajul maximal, al doilea expert, apreciat cu 26 întregi 4 de puncte, deci, respectiv, în mediu avem 28 de puncte, deci se propune ca raportul să fie apreciat, să fie apropat și să fie apreciat cu calificativul foarte bine. Vă mulțumesc, domnul Ursache. Sunt opiniei diferite de ce ai expusă de domnul Ursache. Calificativul foarte bine și raportul acceptat. Nu sunt, prin urmare, acceptăm acest raport și trecem la examinarea raportului, care vă va prezentat doctorul habilitat Daria Grăbcon. De data aceasta este un raport din programul IERANET. Doamna Grăbcon, noi v-am văzut mai înainte, dar nu vă vedem acum. Sunteți cu noi? Da, deconectați microfonul, vă rugăm și încărcați prezentarea dumneavoastră, partajați ecranul cu noi. Să ne vedem la următoarea doamna Grăbcon, includeți microfonul. Microfonul includeți. Doamna Grăbcon, includeți microfonul. Acum se aud. Eu nu... Acum mi-e bine. Să aud? Mă auziți, nu? Acum se aud. Acum se aud, vă rugăm începeți. Da. Răportul este între Moldova și două țări, două țări în plus, Răsia și Sărbia. Răportul ține parte din proiecte cu programul GERANET RUSS PLUS. Denumirea proiectului este dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea de formări plastice în volum și la suprafață. În proiect au luat partea șapte persoane, tineri sub 35 de ani, patru din ei, doctoranțe unu, anului 3-1, lucrează sub protezie de doctor, două persoane. Banii alocate financiare au fost pentru trei ani patru sute mii lei, realizate toate 100%. După cum se știe, tehnologie modernă se găsește în căutare constantă de materiale cu proprietăți specifice. În acest scop sunt dezvoltate mai multe metode noi și procese tehnologice. Spre exemplu, microdeformarea plastică severă este una dintre noile metode de modificare a proprietăților mecanice. Aici, pentru aceste metode, în aceste metode, fac parte din aceste metode, deformările la fricțiune, lovituri de șoc, indentare și altele. Un interes deosebit prezentă crearea unui micro-DPS în oțelul inoxidabil AEC-316S. Acest material face parte din oțelurile așa numite medicale care sunt utilizate în implanturi pentru diferite scopuri. În stomatologie, implantologie osoasă, fabricare instrumentelor medicale și altele. Datorită acestui, conceptul general al proiectului este de a studia mecanismul de micro-deformare plastică severă într-un strat superficial îngust a oțelului inoxidabil AEC obținut prin mai multe metode. Aici sunt folosite metodele de nano-inventare instrumentală, micro-inventare quasi-statică, inventarea cu inventurul în mișcare și fecare uscată. Rezultatele care au fost preconizate au fost de a identifica factorii care contribuie la îmbunătățire parametrilor de plasticitate și durabilitate a aliajului inoxidabil AEC 316 ce va permite crearea unui material special cu proprietăți mecanice îmbunătățite în special pentru aplicarea în medicină. Aici sunt aratate publicațiile care au fost obținute un articol cu impact factor, un articol în Reveste Naționale, procedinguri la conferință și prezentări la conferință. Microstructura suprafeției a oțeului de ase eu am să spun mai scurt, nu le-o înumim toate denumerea, dar le-o înumim în oțel pur și simplu, ca să fie mai scurt. Microstructura suprafeției este prezentată aici în cadrele care sunt pe ecran. se vede că materialul prezintă un metal policristalin de tip austenit cu dimensiunea granulilor de la 2 până la aproximativ de la 2 până la 50 micrometri. Se vede dacă amprentele sunt aici, sunt depuse amprente cu diferite sarcini și când amprentele sunt depuse cu sarcini mici, până să zicem 10-20 miliniutoni, amprentele ating numai unul singur granul de exemplu și aici se vede, dar dacă sarcele sunt mai mari, de exemplu 200 miliniutoni, aici amprentă deja depășește dimensiunea unui granul și atinge câteva granule. Aceasta duce la modificarea mecanismului de deformare materialului, ceea ce va fi demonstrat mai departe. În lucrare a fost efectuat studiul parametrilor cu parametrii ca nanoduritatea, microduritatea, modulul yang, indicii de plasticitate, indicii de rezistente și alti parametrii mecanice. aceste parametrii au fost studiate prin deformare la microindentare la nanotester, microindentare instrumentală la nanotester, microindentarea quazistatică la microdurimetru și sclerometrică și prin metoda de frecări. Aici este demonstrat diagrama tipică de deformare instrumentală, unde se vede că acesta e etapa de încarcare și etapa de descărcare și se vede cum materialul, dacă materialul este plastic, când este stadiul de descărcare, atunci curba vine mai aproape de faza de încărcare. Aici sunt parametrii elastic, adâncimea elastică, cum materialul se destabilește elastic, când inventurul este extras din material. Aceasta este faza elastoplastică, când materialul se restabilește după ce inventurul a fost extras din probă, dar materialul continue relaxarea și restabilirea. Și aceasta este etapa când adâncimea residuală, aceea adâncime care rămâne după înlăturarea inventurului. A fost determinat că oțelul studiat posede o duritate înaltă egală cu 3 și 4 dp.a aproximativ de 1,5 ori mai mare decât obișnuit. Pe lângă aceasta, curbele demonstrate la acest grafic se vede că materialul este material destul de plastic și are o relaxare plastică după extragerea inventurului. Această relaxare este aproximativ de 10-15 procent. Specificul inventării instrumentale și quasi-statice este prezentat aici în aceste imagini. Se vede că când la amprenta este lipusă cu sarceni mici, ea într-o singură grănulă, dar dacă este la sarceni mari, vedem linii de alunecare care apărțin diferitor grănule orientate în mod diferit și de aceea și liniile sunt orientate în diferit fel. Se vede că materialul este împrentă, este foarte deformată, înseamnă că în jurul ei materialul este deplasat de sub împrentă prin deformare granulilor în care sunt în vicinătate împrentă. Aceste imagini demonstrează că împrentele, materialul despre care am vorbit, că el este deplasat de sub împrentă, aici, prin interferometrie, este arătat că aceste zone sunt niște coline care s-au format lângă împrentă. A fost stabilit că la sarci mici, această deplasare se petrece prin mecanismul de disfocasă anal intra granular, iar la sarci mici, iar la sarci mai, mecanismul se schimbe și activ devine mecanismul disfocasă anal intra granular rotațional. Dacă trecem facem o polisare mecanică și împreună cu tratament chimic selectiv, atunci putem vedea că zona de sub amprente aparține o granulație fină și care este rezultatul deformării severe a materialului la introducerea inventorului. la fel sunt prezentate aici trecurile de la inventorul este în mișcare. Se vede că în interiorul trecurilor se formează o structură specifică și afară de aceasta în jurul trecurilor se formează iarăși cum și la amprente se formează coline și se formează linie de alunecare. Tratamentul chimic dezvăluie și o structură dislocationale în interiorul trecurilor iar colisarea chimică cu tratament respectiv chimic demonstrează prezență iarăși o deformare și deformare prin deformare plastică microfină care este analogică celei care a fost arătată pentru amprente. pentru a explica mecanismul de deformare la procesul de microstretching a fost analizată a fost comparată structura care se formează în amprente și în jurul ei cu structurile care sunt create în cazul de formarea trecurilor. Și a fost demonstrat că când este aplicată forța tangentială materialul se mișcă nu lent cum ar fi de așteptat ci se mișcă în salturi. Sistemul oscilează între două stări. Starea de stocare a energiei în care inventorul aproape staționează și starea de alunicare în care inventorul se deplasează. Aceasta duce, aceasta rezultă în aceea că amprenta, că inventorul este trebuie să ridice puțin să iasă din probă pentru a depăși aceste coline care se găsesc în fața lui. Și după ce depășește această coline el începe să se mișcă. În acest moment el se oboară în jos și de aceea se primește că inventorul oscilează, face mișcări care se salturi și se ridică în sus și scade înapoi în probe. Și aceasta se petrece acest proces, se petrece de multe ori ce duce la o suprafață ondulată care este aici prezentată și se vede această structură. Toate deforma care a fost prezentată ea deformarea structurii duce la o modificare și proprietăților mecanice. De exemplu, la inventarea instrumentale Vickers și Dircović materialul se vede că duritatea materialului scade pe măsură majorării sarcinii aplicate. La fel, aceeași legitate se observă la deformare prin mișcarea inventorului. aceste legități sunt caracteristice nu numai pentru duritate, ci și pentru alți parametrii, precum este modul Yang, indiciile de plasticitate, indiciile de rezistență. Studiul, afară de studiul materialelor prin inventare, a fost efectuată deformare materialelor prin fricțiune, prin frecare. Aici au fost folosite două feluri de frecare, metal-metal și metal abrazit. Iarăși, cum și similar cu rezultatele obținute la inventare, aici vedem că dacă ne depărtăm de suprafața de frecare, duritatea scade și are tendință de a deveni stabilă. Aceste rezultate au fost confirmate și prin studiul microstructurii care demonstrează tot aceeași legitate cum era la inventare. În rezultatul efectuării experimentelor au fost obținute următoarele concluzii. că materialul a fost supus studiat efectul mai multor metode de microinventare și a fost cercetată influența valorii sartcinii și duratei de frecare influența asupra proprietăților mecanice. A fost constatată formarea unei structuri în granulație fină în toate metodele aplicate. La fel a fost arătat că mecanismul de deformare se modifică în dependență de valoare sartcinii aplicate sau de distanță de la suprafață de frecare. Și a fost explicat caracterul mișcării în salturi a procesului de deformare. Reducerea mărimii granulilor corelează între metodele de inventare și metoda de fricțiune. Motivul constă în analogie a stării de solicitare în stratul lângă suprafață la diferite metode fricțiune, inventare instrumentale quasi-statică și microstrățenă. Aceste rezultate ajută la înțelegere mecanismelor de deformare a oțelului austinitic IEC 316 care pot fi aplicate în practică special în stomatologie care a fost dezvoltată în proiectul dat de partenerii noștri din Serbie. Aplicate de acum au fost făcute rezultate care pot fi utilizate în practică. În cursul proiectului au fost procurate două aparate, presă pentru montare mostrelor și aparatul pentru colisare mostrelor. Publicații au fost patru articole publicate, unul în material science engineering impact factor 4652, altul în revista noastră surface engineering încălă și două în procedință de conferință la Bulgaria conferință a avut loc și în Grege. La fel au fost 3D de la conferință publicată. Atât. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamna Grăbdor. Întrebări sau opinii față de rezultatele proiectului prezentate de doamna Grăbdor? Nu sunt. Doamna Ursache, vă rog să citiți avizile. Deci, ambii experți au constatat că acțiunile planificate au fost realizate și scopul a fost atins. Diseminarea rezultatelor este apreciată cu calificativul bine de ambii experți. Au fost publicate două lucrări în reviștă pe care una în reviștă cu factorul de impact mai mare decât patru, precum și în două materialele conferințelor internaționale. Au fost prezentate trei rapoarte la conferinții internaționale. Respectiv, dacă ținem cont că una dintre lucrări publicate a fost publicată într-un revișt cu factorul de impact mai mare ca patru, ar putea de fapt fi calificativul foarte bine. Oricum, ambii experți au o calificat ca bine. Valarea socioeconomică este bine ca și pentru celelalte proiecte, deci și audiate anterior. Înclimentarea rezultatelor ar permite fructificarea domenului medicinii dântare cu utilizarea materialului alborate și produse în țară. Pregătirea cercetătorilor este foarte bună. În cadrul proiectului au activat trei persoane cu vârsturi de până la 35 de ani care se regăsesc și în calitate de autori a lucrării publicate. În raport nu este prezentată informația despre pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectul prin doctorat sau postdoctorat, dar este cunoscut faptul că Constantin Părțac a subținut teza de doctor în iulie 2018, adică pe parcursul realizării proiectului, la Institutul de Electronic și Nanotecnologie în decembrie 2020 și acum materialele sunt trimise la ANACEC pentru faza finală de subținere activă. Eficientă colaborării este foarte bună, echipa din Moldova a colaborat cu instituții similare din Federația Rusă, România, Serbia, posibilitatea de continuare cercetărilor în cazul proiectului este preciată cam bună, respectiv contajul acumulat pus de câte un expert este 28 de puncte, altul este 27 de puncte, deci se propune ca raportul să fie apreciat cu calificativul foarte bun. Mulțumesc, domnul Ursache. Sunt opinii care diferă de ce a propus către domnul Ursache? Nu sunt, deci aprobăm raportul prezentat atribuindu-i calificativul foarte bine. Felicitării, doamna Graco, dumneavoastră și echipii proiectului. Deci, astfel, agenda noastră pentru audierile publice a raportelor biși multilaterale pentru astăzi s-a epuizat. Vă mulțumim tuturor pentru prezența activă, pentru opiniile exprimate, pentru susținerea celor care au făcut prezentările de astăzi. Vă dorim succese în continuare și vă așteptăm vinări la ora 10 la audieria raportelor de transfer tehnologic. O seară diniștită tuturor și sănătate! O seară bună, la revedere! La revedere, domnul Sădă! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!